Борис, вы, еще будучи студентом Ленинградского театрального института, были убеждены, что работать нужно исключительно на родном языке. Скажите, с чем была связана вот такая убежденность? После возвращения с депортации в 1957 году был указ, в каждом народе должен быть свой театр. И мы решили, мы подумали, что Аллах Айца, мы тоже будем создавать карачаевский театр. Поэтому мы в Ленинград поехали 18 человек. Там были 9 карачаевцев, 5 абазин, одна нагайка и вот 18 человек. Но мы там в Ленинграде на русском языке работали, естественно. Готовили спектакли на русском языке. Первый спектакль наш Аршин Малалан был. Я там слуга играл. Мы хотели поставить на родном языке спектакль. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю. Ну, так и говорят. Поэтому мы хотели на родном языке. Это было для нас счастье, надежда была. Но это не получилось. Мы присоединились. Тут русский театр был. Мы были группа при русском драматическом театре. Карачаевская группа. Потом черкесская группа. У них не получилось, мало людей было. А потом мы решили на родном языке все-таки поставить спектакль. Тут мы нашли драматурга Шахарби Евзеева, Джан Детлевосен. И он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу». Там всего 8 человек участвует. А Токчоков Борис Алексеевич решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске 8 марта мы показали этот спектакль. Это была двойная радость. Во-первых, женский праздник. Во-вторых, мы на родном языке смотрели спектакль. Мы показали спектакль. Это была такая радость, это неописуемая. Газеты. Берем не писать бумагу, не отписать. Вот такое. Это счастье было. Там народ весь стоял, смотрел, стоя, аплодировали. Это 8 марта 1963 года. Мы считаем, что это день открытым нашего родного Карачаевского театра. Вот еще один очень интересный факт из вашей биографии. Вы принимали участие в спектаклях Малого оперного театра. Но как артист меманца. Давал ли вам этот опыт, какой-то толчок в вашей будущей профессии? Там как раз шли такие веселые спектакли, детские спектакли Малого оперного театра. И там везде меня одели то, как кавказцы одели, то так, старика. В общем, в разных одеждах я выходил в мастопках. Я не говорил, не пел, не танцевал. Но я видел Карифеев театра. Я видел талантовых певцов, танцоров. Я у них учился. Не меньше, чем в институте. Мне было интересно. Потом же музыка. Там Чайковский, там Бизе, там другие авторы. Мировая музыка. И мне очень интересно. Я три года работал. Потом они просили меня, найди еще студентов. Я собрал всех своих сокурсников. Где-то 12 человек. Поставили отелло. Вот за отелло должен был идти 12 человек. Ну, я первый, естественно. Вот этих студентов позвал. Они тоже за мной одеты, как военным. И шли за отелло. Вот это тоже массовка или эпизод. И нам за это 2 рубля платили. Это 2 рубля тогда очень большие деньги. Мы еще участвовали с Райкиным вместе в концертах. Райкин тоже когда-то закончил наш институт. И мы в концертах участвовали. Ему 7 рублей платили. Нам 2 рубля платили. Нам это хватало. Это было, во-первых, творчество. Во-вторых, это денежки. Хоть немного, но денежки были. Вот так я участвовал в Маломоперном театре. Борис, а вот после окончания учебы вы начинали работать, вы как вот рассказали чуть ранее, вы начинали работать здесь, в областном драматическом театре, в Карачаевской группе. А потом вы перебрались в Кабардино-Балкарию. И очень много лет, по-моему, чуть больше, даже 10 лет, вы работали именно в Балкарском театре. А как так случилось? Почему? Случилось неожиданно. Вот наше правительство решило, надо говорить только на языке Лелина, только на русском языке. Кто не может говорить на русском языке, найдите работу. Я плохо говорил на русском языке. Был Аджиев, хорошо говорил на русском языке. Он остался в русском театре. Там Кешмахов остался. Кто говорил на русском? Роза Хопчаева. Ну, Роза тоже Хопчаева уехала в Германию. Там советская армия была. И Авдоков уехал в Калмыку. И я с Шахарбиевым, Шахарбиевым, Алиевым, который со мной вместо играл Огурло по очереди, поехали в Нальчик, в Балкарский театр. А как раз в это время у них там 6 человек, 6 ребят взяли в армию, и там ребят не хватало. И мне дошло там очень хорошие, главные роли. Шахарби, правда, стариков играл. И Балкарский театр тогда тоже. Опять же, Балкарский театр, это раньше, чем Карачанск театр, приезжали сюда, еще до войны приезжали. И он гремел. У них там большие опытные актеры были. Борис, у вас огромный стаж. Вы более 60 лет на сцене. За это время вы воплотили множество образов. Начиная из образов мировой классики, заканчивая образами наших местных авторов. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Какой образ для вас был самым сложным? И самая запоминающаяся ваша роль? Я уже сказал, что Огурло любимая роль была. А потом в Кабарне Балкарии там играл тоже, там называется памятник. Там парень богатых улюбляется в бедную девушку. А родители против. Прям как Ромео и Джульетта. На этой почве получается, что они не могут встречаться, а им не дают встречаться, не дают им поговорить. И парень с ума сходит. А девушка бросается в реку. Вот такой конец. Там памятник поставили. Вот у памятника это отец, девушка рассказывает это, то, что прошло. И это была такая роль хорошая. Ну и молодого парня играл. Молодого, богатого парня играл. И этим спектаклем мы были в Дагестане. Естественно, Балкария, все точки, все аулы прошли. Потом сюда приезжали. В общем, этот спектакль в течение 10 лет, потом, когда я даже, когда уехал сюда, там заменили, вместе меня играл Магомед Атмурдаев, который сейчас режиссером Балкарского театра работает, главным режиссером. Он сыграл. Они привезли тоже сюда, тоже, в этот спектакль. Любимая, хорошая роль была. Там очень интересно. Там моя партнерская играла Элизавета Кульбаева, последняя жена Кайсана Кулиева. И они жили вместе. Он умер. Я был на похоронах. Вот она сейчас живет на проспектах Айсана Кулиева. В вашей творческой биографии более, около 200 ролей, да? Да, да. Если на сцене где-то 170 ролей, в кино где-то 10 ролей. В вашем телевидении я тоже участвовал в спектаклях. И в Балкарском телевидении тоже участвовал в спектаклях. Они записывали эти спектакли, остаются там, в архивах. Это очень интересно. Они иногда показывают. Борис, а вот во время работы в Балкарском театре вы объездили практически все села, аулы карачаевские у нас в Карачаево-Черкесии. Скажите, а у вас не возникало желания, вот тяги работать в родной республике? И как состоялось ваше возвращение сюда? После нашей ленинградской студии театральной в Тбилисе открыли тоже национальные студии. Карачаевская студия и черкесская студия. Они закончили, в 1972 году они закончили. Они должны были уже приехать. Когда они приехали в 1972 году, меня пригласили из Нальчика. Вот Борис Токчуков. Борис, приезжай. Мы тут, балкарцев много, у них актеров много, у нас не хватает. Мы создадим свой родной театр, наконец-то. Через 10 лет после работы в Балкарском театре приехал сюда, поменял квартиру. И с тех пор работаю уже, не уходя. 62 года уже. Борис, вот у вас такая, как раз вы сказали, что вы женились в Кабардино-Валкарии. А у вас вот такая прекрасная жена, творческая личность тоже. Тамара Уртенова, всем известная. А сколько лет вы уже вместе? Как раз 60 лет получается. Это было 64 год. Вот сейчас, 2024 год. 60 лет получается. Борис, а ваши дети, ваши сыновья пошли по вашим стопам? Тоже актеры? Нет, у нас старший сын, экономист. А младший, я взял себя, он у нас работает со мной, актером работает. У нас два мальчика, значит, еще трое внуков. Одна девушка среди них, Фатима, она тоже поет, занимается искусством. Борис, вы 60 лет на сцене, и у вас такой замечательный юбилей, 85 лет, ваш день рождения сегодня. Скажите, пожалуйста, можете ли вы сказать, что вы счастливы? И с каким итогом вы подошли к этому вашему юбилею? Счастье человеческое – это неуловимая, удивительная вещь. Ребенок приносит пятерку счастья. По дороге хороший человек встретился, улыбнулся тебе – тоже счастье. Нашел хорошую книгу – счастье. Послушал хорошую музыку – счастье. Так что счастье многообъемное, такое удивительное, неуловимая вещь. Это каждый по-своему понимает счастье. Но если сказать, что у меня есть двое детей, трое внуков – это счастье, огромное счастье. Если я сыграл 170 ролей, еще 20 ролей в кино, телевидении – это счастье. Если я уже выпускаю книжки, это тоже как продолжение детей, это тоже как дети. Это тоже счастье. Если я сегодня с вами разговариваю – тоже счастье. Так что счастье. Я могу сказать, что я жил не зря, я счастливый человек. Вы правы, это действительно счастье. Борис, я вас поздравляю с вашим юбилеем и желаю вам, чтобы вы еще многие-многие годы радовали нас своей игрой в театре. Мы с удовольствием ходим на ваши спектакли, с удовольствием смотрим вас. С днем рождения. Это самое главное, что люди приходят в театр, люди смотрят нас. Мы нужны, мы востребованы. Это самое главное – счастье. Вот идем по проспекту, здороваются люди, незнакомые. Извините, я не узнал вас. Вам не обязательно знать, мы ваши поклонницы. Вот так. Спасибо им, что есть у нас зрители, спасибо, что есть у нас поклонники театра, искусства, что у нас искусство вот так развивается. Вот есть у нас театр, мы говорим на родном языке. Это были депортации, видели ужасное, видели. А сегодня у нас есть телевидение, есть радио, есть газета, выходит книжка, выходит. Мы разговариваем на родном Карачевске. Это тоже счастье, огромное счастье. Я бы хотел, чтобы наши ребята, которые воюют на передовой, чтобы живыми вернулись как можно скорее. Спасибо.